Два дня на сцене Ульяновского драматического театра имени Гончарова выступал театр на Литейном из северной столицы. Ульяновцам спектакли этого театра давно знакомы, поэтому выступление ждали многие поклонники Мильпомены. Да, мы в Ленинграде ходили, все гастроли, все через нас. Мы не пропускаем ни одни спектакли, музыкальные и мюзиклы ходим, обычные спектакли. Я стараюсь не пропускать спектакли, особенно экранизации классики, а если приезжают еще партнеры с других регионов, то тем более дело чести и посмотреть, приобщиться к искусству. В зрительном зале «Аншлаг» ульяновцы увидели премьеру сезона, посвященную предстоящему 200-летию Александра Николаевича Островского, комедию «Красавец-мужчина». Нам показалось, что здесь, действительно, в замечательном классическом театре с прекрасным классическим репертуаром и мощным шлейфом тех названий, которые шли на сцене ульяновского театра, что «Красавец-мужчина» должен прозвучать. И первый спектакль, который состоялся вчера, и реакция зрителей подтвердили наши ожидания. Как отметил худрук и директор театра на Литейном, пьеса Островского, написанная почти 150 лет назад, по-прежнему актуальна, и в то же время в ней есть некий аромат картин минувшего. Постановщиком спектакля выступил хореограф и заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Государственной премии Российской Федерации Сергей Грицай. Сергей Иванович в Ульяновске был 30 лет назад. Работал над постановкой спектакля с Юрием Семеновичем Копыловым. Я для себя пьесу вот эту открыл. Она не так часто ставилась. Примеров достаточно ее постановки, но гораздо чаще ставят иные пьесы. У этой пьесы не такая большая сценическая история. Но когда я ее прочитал, она просто меня заворожила. Той глубиной страстей, которую Островский там заложил. По словам Сергея Грицая, когда шел отбор на роли в спектакль, к актерам было высказано пожелание быть пластически оснащенными, потому что спектакль включает в себя хореографию. Премию «Верность сцене» имени народной артистки России Клары Шадько получил заслуженный артист России Александр Рязанцев, который исполнил роль Наума Федоточа Латохина. Продолжит программу фестиваля театров лицстей, государственный орден и знак почета, русский драматический театр из города Чебоксары. 17 и 19 марта коллектив представит на сцене Ульяновского драматического театра имени Гончарова целую гастрольную программу. «Мертвые души» Гоголя, братья Карамазова, Достоевского, музыкальную сказку «Царевна-легушка» и комедию «Гальдони. Венецианские близнецы». Ирина Антонова, Анатолий Рассохин, Уллправда ТВ.